Как выбрать профессию мечты и быть уверенным, что она будет востребованной? Секретами делятся те, кто уже сделал первый шаг к карьере мечты. Студенты-первокурсники выступили на научно-практической конференции. Подробности в сюжете Светланы Вахмениной. Десять минут и укладка на все случаи жизни готова. С такой прической можно и на учебу, и на праздник. Тем, кто ищет вариант более изысканный, плетут косы. Мастер-класс «Быстрые прически» – одна из площадок научно-практической конференции «Профессия. Карьера. Успех». Подросткам помогают выбрать будущую профессию. К примеру, показывают, как работают парикмахеры, кондитеры, дизайнеры. Молодежь, в свою очередь, выступает перед широкой публикой со своими исследовательскими проектами. Поэтому вот она и важна конференция, что любой ребенок может, любой студент выйти, донести и посмотреть, а кому-то эта тема интересна, она востребована, можно ли в ней дальше развиваться. Темы на конференции разделили на четыре направления. Кто-то рассказывал о прошлом, кого-то интересовало будущее. Александра Юршова рассказывает о настоящем. Ее интересуют проблемы многодетных семей. Девушка учится на юриста. Кем быть, решила еще в девятом классе. На мой взгляд, лучше отучиться после девятого класса, получить образование среднее специальное, а потом подтянуть в институт, потому что там можно поступить со второго курса, и это будет проще. Потому что чаще всего берут юристов, у которых уже есть среднее специальное образование. На каждом направлении конференции комиссия выбирает тройку победителей. Проекты этих ребят жюри посчитала самыми актуальными, а кто-то поразил экспертов своей целеустремленностью. Будущий кондитер, который на мой вопрос, что он будет дальше делать, когда закончил колледж, тогда поеду работать в Париж. Олег Соловьев занял второе место с исследовательской работой о кухне девятнадцатого века. Хотя найти свою профессию молодому человеку помогли современные технологии. Честно, я смотрел очень много видео и попадались именно про еду. Я смотрел, как люди режут, как люди все там жарят и варят. Мне так понравилось, что прям, ну вот, вот захотел. Я вот поступая, я не выбирал больше никаких, кроме повара, потому что я знал, на что я иду, зачем я иду. В глазах зрителей страх, интерес, удивление – это мастер-класс от поваров-кондитеров. Здесь можно попробовать себя в роли пекаря, а затем съесть свой кулинарный шедевр. Будущие повара утверждают секрет ажурных блинчиков – это уверенная рука и правильно заведенное тесто. Проверим, так ли это на практике. Научно-практическую конференцию в Политехникуме проводят уже в юбилейный пятый раз. Количество участников растет, а студентов, которые впоследствии разочаровываются в профессии, становится все меньше. Светлана Вахмянина и Евгений Шилов. Новости Первоуральск.